Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 20 марта. Очередные ответы на вопросы. Я очень часто читаю в комментариях, ну, некоторые зрители пишут, что встаем утром и скорее бежим смотрим, нет ли видео. И я точно так же. Я встаю утром и скорее бегу читать комментарии. Особенно вот сейчас, вчера, позавчера вот про этого, про томата разведчика, про теплицу выложила. И сама скорее бегу читать комментарии. Вот сегодня перечитала очень много интересной информации, как бы сказать, для себя. Я же тоже как губка впитываю. Вы от меня советы получаете, я от вас. И когда я вчера про схему посадки в теплице сомневалась, так и так, прочитав комментарии зрителей, я убедилась, что схему посадки мне можно не менять, просто там сделать некоторые, ну, манипуляции, сейчас вы поймете. Я-то думала, что вот эти вот короба мне помешают, что не хватит питания томатом. Ну, начнем читать все по порядку. Вот Роза пишет про это видео, где о пикировке томатов основные ошибки. Вот про это видео я уже замучилась всем объяснять. Вот это видео длинное, подробное о пикировке томатов. Основные ошибки я для новичков сняла прям подробно по пунктам. Не показывала пикировку, а именно теоретическую выкладку дала. А следом другое видео. Уже пикировка, именно сама процедура. И я замучилась отбиваться от зрителей, которые пишут, вот одна болтовня, ничего не показала. Так показать-то, я считаю, не столь важно показать, сколько важно именно об основных ошибках сказать. Что нужно до пикировки сделать, что нужно после пикировки сделать. А некоторые начинающие огородники посмотрят именно саму процедуру пикировки. И ничего, как, ну не хотят слушать дополнительную вот такую информацию, как кто-то пишет, ой, это болтовня, там много лишней воды. Ничего лишнего здесь нет. Я все рассказываю, что до этого, что после этого, во время пикировки. И всем объясняю, что вы читайте описание к видео. Я в каждом видео пишу описание. И вот здесь вот написано, что здесь именно об основных ошибках, а не процедура пикировки. А пикировка уже после этого видео. Каждый день, вот иди в стену и читаю, что очень подробно и очень понятно, ничего лишнего пишет. А кто более опытный и сам все знает и умеет, тогда просто не смотрите. Вот эта женщина, вероятно, ну или девушка тоже прочитала, что там много таких комментариев, что много лишнего, много воды. Да это не вода, воды тут нет никакой. Зачем я буду стоять и просто так какую-то воду. Все это информация, которая нужна. И если вы этого не понимаете, может быть вам еще рано. А может быть вы уже все знаете, действительно. Ну вот я вчера когда сказала, что хочу хорошее лето, тут Лидия Погалеева пишет. Тоже хочется, чтобы лето было хорошее, но по-старому готовлюсь ко всему холоду, граду, ливнем, засухи. Удлинитель, чтобы теплопушку в теплицу, пластиковые бутылки обрезаю, укрывные материалы, короче, точилку для таза купила. Короче, к лету готовимся, как в войне на фронте. Ирина Коновалова пишет, вот когда я про рассаду сказала, вытянувшись, бледная, она пишет, спасибо, успокоили. Посмотрела рассаду блогера из Луганска, крепкая, темналистая, расстроилась. А вы поддержали, все объяснили. Вот я вам объясняю, что у блогера из Луганска, это Украина, это более теплый регион. У него однозначно должна быть хорошая рассада, потому что он ее выращивает на улице, в теплице. Вы же видели, у него просто пленочное вот это укрытие. Мы, если бы выращивали на улице, вот вы, мы, я, у нас бы тоже была такая. Вы не забывайте уж, что условия у всех разные. И внешний вид рассады, конечно, различается или в Украине, или в Сибири, если в одно и то же время смотреть. Вот пишут про лампу Аладдина, что это милосорт, лампа Аладдина грушевидной формы. У меня мила есть, она точно такая же, но мила красного цвета. Я не буду спорить, что это лампа Аладдина. Я купила у частного коллекционера под названием лампа Аладдина. И я уже читала, что лампа Аладдина должна быть грушевидной формы. Нынче еще одну лампу Аладдина попробую посадить. Но то, что это не мила, это точно. Мила она красного цвета. Такая же, только красная. А вот про раннюю высадку в теплицу. Дмитрий Темнов пишет, что в 19-м при пикировке высадил необогреваемую теплицу. Ну, короче, самых замурашей. И эти замураши в конце мая перегнали всех благородных, как по корневой системе, так и по листве. Был поражен до глубины сознания. Кстати, это так бывает, да, что иногда там отслабенькие в рассаде, но его когда в натуральную среду высаживаешь, он и догоняет, и перегоняет. Самое главное для них, да, дожить до высадки на постоянное место, а там они себя покажут. Ну, вот опять про рассаду, что в доме мало кто тысячами вырастет. Идеальную рассаду тоже таскала на солнце. И сразу все исправилось. Хилые кустики превратились в кусты выставочные. Так что не расстраивайтесь. Если у кого-то рассада кажется вам хиленькая, слабенькая, бледненькая, все исправится, как только мы вынесем ее на солнце, в естественные условия. И вот уже пошли комментарии к вчерашним видеороликам про теплицу. Я вчера ходила в теплицу, уже решила, что буду, вот сегодня будем выносить. Когда этот видеоролик выйдет, он будет загружаться ночью, то, конечно, уже я и эту обогрев включу, и рассаду туда вынесу, первую партию. Так, ну, рассказывают тут люди, какая температура. Так. И вот про грядки. Все рекомендуют мне, как советуют, что у кого было две грядки, все переделали на три. Предупреждают меня, что будет очень сложно обслуживать вот эти две грядки, которые большие. И вот Владимир Веденеев пишет, что ошибка – это две грядки. Он не один. Тут многие пишут, что у меня когда-то было две грядки, а теперь три. Вот Екатерина Терентьева пишет, я была уверена, что вы все продумали. Но я-то все продумала, но у меня были сомнения, но теперь сомнения отпали. Потому что, сейчас я дальше прочитаю, почему. Оксана Грей пишет, у меня четыре разведчика выстояли в минус восемь. Ничего себе. А вот Лилия Вальтер мне советует, когда вот про эти две грядки все мне пишут. Ну, может, кому-то полезным будет тоже, что засыпать дорожку питательным грунтом, чтобы уровень почвы сравнялся. Короче, сделать так же, как у меня было, одной высоты все. И делать схему, как раньше нарезать лунки в средине томата. И внутренние деревянные торта, ой, борта лучше убрать, чтобы не мешали. Но я вот, смотрите, я попробую в этом году все-таки борта эти оставить в первый раз. Потому что сейчас мне уже возиться с ними некогда, помогать сильно некому, все на работе. Ну, кто все, мы вдвоем с мужем сейчас живем. Сноха приходит помогать, но мы с ней уже ничего не сможем это все переделать. Там же все сколочено. Я первый год попробую так. Из этого я сразу пойму, по окончании сезона, буду я дальше эксплуатировать вот в таком виде эту теплицу или нет. У меня же другая теплица есть там без, ну как, без высоких грядок, без всего. Ну, буду по старой схеме. И тут попробую и посмотрю, потому что пока сам не попробуешь. Вот Тамара Иванова спрашивает, скажите, лунке помидорку копаете лопатой или специальным приспособлением? Я ни лопатой, ни специальным приспособлением никак пала, никогда всегда рыла руками. Одеваю перчатку и вот как собачат это роют, вот так рою, 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 ямку вырою вокруг, все это выложу, весь этот грунт вокруг, по периметру вот этой луночки. Когда томат туда поставлю, тогда этой же землей закопаю тоже руками и все. Но в этом году мне прислали вот эти вот металлические конусы, которые вроде как дырочки копают. Я им еще не пользовалась. Вчера первый раз его унесла в теплицу. Не знаю, приноровнюсь к нему или нет. Мне сложно чем-то руку свою заменить. Мне кажется, что рукой делается все лучше и быстрее. Я просто привыкла все руками, 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 руками. Но надо заменять, конечно, на железные приспособления, потому что руки не вечные. Надо их уже беречь в моем возрасте. Сергей Зубков спрашивает, как перчик называется. Перчик называется оранжевый гномик. Вот Елена Спирина пишет. Придется в шахматном порядке. По два корня поближе, всем хватит питания. Там, чтобы не полоть чем-то заложить. И вот одна умная женщина, Ми Иркан, пишет сначала. Ну, короче, если по науке, то надо было так, так, так. Максимум 100 штук. Не забывайте, что высоту украли. Ну, там немного я чего украла. Не все у меня томаты вырастают до самого потолка. Так. Ну, колышки будут неустойчивы при такой рыхлой почве. Это я посмотрю, это она почва рыхлая. Сейчас, пока там ни разу не полили. И пока я там не походила. Я, конечно, я спорить не буду. Может быть, и колышки будут неустойчивы. И тут вот и советую эти на веревках, на шпалерах лучше. Я в прошлом году одну теплицу делала же на веревках. Не знаю, я как паук в паутине. Мне так неудобно эти веревки, я не могу. Я то там в них запутаюсь, то там они мне мешают. Вот, мне кажется, что... Ну, уже привык человек к колышкам. Если вот с 20 до 60 лет, если я 40 лет пользуюсь, ну, как использую выращивание томатов в коловой культуре, мне очень сложно перейти на эти веревки. Ну, не по мне они. Я же два раза пробовала. Лет пять назад попыталась веревки привязывать. Потом в прошлом году. Во-первых, эта привязка очень длительна. Это их нужно нарезать, привязывать. Там окол воткнул и пошел. Все. Не знаю. Ну, тут вот вопрос, наверное, риторический. Зачем 140 томатов в теплицу? Я сажаю 50. Ну, кто сколько хочет, тот столько и сажает. Помидоры до октября завались без подогрева. Ну, у меня тоже я не считаю, что мало помидоров. И до октября, и до Нового года иногда. Вот Галина Шайдурова пишет. Я считаю, что не стоит менять схему посадки. Если корни встретят бортик, то пойдут в другую сторону. А как в лотке томаты растут? Корни каждого томата занимают весь объем лотка и никому не мешают. В грунте им точно хватит места. Вот она, кстати, Галина не одна так написала. Еще один человек там написал. Не знаю, дойду до этого, успею другой. И я поняла тогда, что действительно, даже если я посажу рядом с бортиком, грядка широкая, он может ткнуться и пойдет в другую сторону. Тут люди даже написали, что он даже может и под дорожку, под эту залезть корень. И будет там питание искать. Потому что грунт везде почти одинаковый. Просто нужно дорожку поливать, чтобы грунт был увлажненный. Вот это я впервые слышу, что под, как сказать, под бетонной плиткой дорожку могут отсвоить корни. И они могут еще там питаться. Ну вот Ольга Кравченко пишет, тоже делала раньше две грядки в теплице. Такого размера намучилась. Пролезть к дальним невозможно. Это очень частый комментарий. Тут надо задуматься. И возможно... Ну, конечно, нынче я уже ничего не буду переделывать, потому что через неделю высадку. Я же не могу там все разбомбить и пытаться переделать на три грядки. Там уже все уложено, все. А вот еще одна теплица, ну, вторая. Там, может быть, когда-то сделаю три грядки попробовать. Ни разу не пробовала. Вот про метод затирки, что интересно придумали. И про колышки, что кол теперь надо осторожно втыкать, как бы не достать до подогрева. Ну, вот смотрите. Там подогрев, где две ленты греющие. Там я даже не боюсь. Она же лента, ну, 5 сантиметров всего. А остальная вся земля свободная. Втыка я не хочу. А вот там, где уложено змеевиком, вот сами укладывали кабель вот так вот, через там 5-10 сантиметров, там, конечно, не угадаешь. Там придется осторожничать. Так. Так, так. Вот пишет Анфиса Фролова. Ольга, у вас уже 167 тысяч подписавшихся огородников. Мне, если честно, даже посмотреть иногда некогда. Вот спасибо, что хоть зрители внимательные мне сведения эти дают, что армия огородников увеличивается. Сейчас весна, огородники оттаивают, зашевелились, тянутся к чему-то, к какой-то, да, к интересной информации. Конечно, количество будет увеличиваться. Кто-то и уходит. Мы, видите, ведь, как по интересам в кучке собираемся. Кто-то, например, подписался, не понравилось, он и не будет больше смотреть. Каждый ищет приемлемую для себя информацию и подачу, конечно, приемлемую для себя. Ну вот. Все выдохнули. Живой москвич в рассаде. Просто чудо. Да, вот эти, кстати, томаты, это к сведению тех, кто живет в холодном регионе. Вот эти томаты, которые вот, ну, москвич, например, спиридон тот же. Ну, там много таких, я про них рассказывала. Они очень выносливые. Они вот прям длительные периоды могут сидеть, сидеть, сидеть в холодную погоду. И там, ниже где-то там один зритель написал, что не важно, что он пережил день или два или три. Главное получить же с него урожай. Так вот, в том-то и дело, они для того и выведены, вот для таких, для регионов с рискованным земледелием, что он пока холодно сидит, сидит, сидит. Потом наступает тепло, он очень быстро начинает наращивать и корневую систему, и вот эту зеленую массу. И он еще и урожай потом даст. Да, эти томаты, они по урожайности, конечно, ни в какое сравнение не идут с индотерминантными. По два ведра с куста, конечно, вы не получите. Но есть регионы, такие области у нас в России, где они не мечтают получить, например, там по два, по три, по пять ведер с куста. Им главное, хоть каких-нибудь томатов поесть, ни магазинных, ни пластмассовых, а вот таких вот натуральных. Пусть они будут не сладкие, не медовые на вкус, пусть они будут не сахаристые на разлом, но вы понимаете, как все же познает, как, не все познается в сравнении, а каждому свое. Кому-то, вот, например, уже такие томаты, как там бычье сердце или там розовый мед. Уже и эти томаты не нравятся, мы уже покупаем какие-то новые семена диковинные, чтобы были они сладкие, прям таяли во рту. А кто-то рад, чтобы хоть каких-то томатов поесть. Вот такие томаты, вот как москвич, который выжил, спиридон. Да, они маленькие, да, они без претензий, они не претендуют на звание там «самый сладкий томат», зато они такие живучие, мне они нравятся. Когда вот там зрительница тоже одна написала, что у меня было такое, что вот три разных сорта в одних и тех же условиях, один замерз вообще, у другого подмерзли листья, а другому хоть бы что. Вот в том-то и дело, выбирайте, если у вас уж очень такой жесточайший климат, если регион неблагополучный, вот с точки зрения, ну, погодных условий, выбирайте вот такие вот живучие томаты. Пусть они не, так, еще раз скажу, не самые сладкие, но зато хотя бы будет у вас урожай. Стабильность. Стабильность – это самое главное. Вот Елена Коренева тоже предлагает там так, так. Я вот, я про это и сказала. Я вот утром сегодня подбежала в первую очередь, прочитала все комментарии. Во-первых, какой вывод я сделала? Я сделала вывод, что могу высаживать так же, как и раньше, попробовать, потому что все говорят в один голос, что, возможно, питания хватит. Во-вторых, сделала вывод, что с колышками, возможно, вот на правой стороне будут у меня проблемы. Так? И в-третьих, вот про эту дорожку. Намотала себе на ус, что если в этом году будут какие-то вот сложности, в том, на следующий год можно дорожку вот эту вот засыпать, сравнять все под один уровень, убрать вот эти две, которые дорожку ограничивали, плашки и продолжать выращивать по-старому, так же, как и раньше. Вот Людмила Черемных пишет, я тоже делаю 50 сантиметров от корня до корня, это я вчера показывала, как это. Вот смотрите, Людмила Черемных пишет, у меня старая теплица 4 на 8, я в нее сажу 74 корня, и то мне кажется густо, а вы еще гуще. Может, мне тоже попробовать, глядя на ваш урожай. Вот смотрите, хочу сказать для всех, гуще высаживать можно, но, я говорила об этом в прошлом году и в позапрошлом году, увеличение количества томатов всегда влечет за собой увеличение нагрузки на огородника. Я всегда говорила, перед тем, как высадить больше томатов в теплицу, вы подумайте очень серьезно, задумайтесь, сможете ли вы все свое время, всю свою жизнь посвящать томатам, ведь там, где густо посажено, вы должны очень часто их посынковать, обрезать, как-то там, ну, короче, все меры ухода, ясно, что, где растет просторно, они и так вырастут, а где растет густо, вы должны им помогать, иначе вот это загущение, оно может действительно привести и к снижению урожая, и света им будет мало, они будут тянуться, вытягивания, будут стволики тоненькие, будет мало завязи, поэтому здесь нужно рассчитывать все оптимально, если вы сильно занятый, лучше высаживайте пореже, если вы свободный, вот как я пенсионерка, у меня одно занятие, утром вышло и сразу туда, иду, проверяю, делаю медосмотр каждого растения, потому что при загущенной посадке все знают, мало проветривания, если вы вовремя не проредите эту крону, я же в прошлом году, в позапрошлом показывала, тут не только нужно посынкование и удаление нижних старых листьев, обрезаю пластины фрагментарно по пол листа, если крупные листья, прореживаю крону, второй, третий ярус, чтобы было проветривание, чтобы было светло, если мало будет проветривания, у вас скорее всего там начнутся заболевания, это я не для Людмилы, я вообще просто для общего сведения, что просто-то так нельзя густо насадить, густо насадить может любой, воткнуть это не так сложно потом все лето за ними ходить и ухаживать. Так, вот Вера Степановна, Степанова, я хотела поподробнее с ней поговорить, здравствуйте, Ольга, ничего не понимаю, стараюсь делать все как вы, но у меня ничего не получается, такая плохая схожая, второй год пытаюсь, но увы, а вот сон не там, и сортирую, и стимулирую, нет сдвигов, вы вот не пишите, у вас или магазинные семена, или семена свои домашние, или может быть вы у меня покупали, у каких семян мало схожести, потом чем вы их стимулируете, и при какой температуре вы их на проращивание, тут вообще семена, конечно, если вы год из года, например, магазинные, высаживаете, у вас плохая схожесть, я нынче с семенами, с магазинами помучилась, вот этого Дон Жуана посадила, потом Чудо Лентяя, из пачки по 15 штук высаживала, вышло по 4, по 5 семечек, очень-очень хилые, очень-очень дохленькие, поэтому если магазинные семена, просто, значит, поменяйте семена, сделайте свои, собственные нынче, а если семена, например, хорошие, или домашние, или купленные, где-то, например, у частных, у каких-то коллекционеров, которые у других людей всходят, но у вас не всходят, значит, тут нужно, конечно, о ваших действиях во время посева, достаточно ли вы увлажняете дорожки, вот эти вот, в которые укладываете семена, какую вы делаете предпосевную обработку семян, возможно, когда вы стимулируете их, вы их как-то делаете, превращаете их во невсхожие, бывает и такое, тут вот этот вопрос, его надо разбирать, если у вас действительно очень большие проблемы, сегодня выйдет, когда новое видео, не под новым видео, напишите подробнее, мы с вами разберемся, потому что мне жаль всегда человека, который, например, несколько лет, не первый раз, вот он начал только первый раз, и у него не всходит, если несколько лет пытается, и ничего не получается, мне жалко таких людей, но не то, что жалко, я просто сочувствую, хочу помочь, потому что еще раза два она попробует, и, возможно, бросит вообще этим заниматься, это очень плачевно, я не хочу, чтобы было от занятия огородом разочарование, наоборот, человек должен радость, восхищение испытывать, а когда сходят все семена, когда они толстенькие, здоровенькие, такие, ну, как вот, когда рождаются такие красивые щенки, или там котятки, восхищаешься, ой, какие красивенькие, какие хорошенькие, вот такое должно быть чувство от занятия огородом, конечно, хочется, чтобы у всех все взошло, вот смотрите, пишет опять садовый ежик, мне очень понравилось ваше спорщикование в теплице без грядок и бортов, пишет, а в этой теплице, почему борта? Борта, потому что мы уложили греющую ленту и насыпали сверху земли, чтобы закрыть подогрев 40 сантиметровым слоем земли, пришлось поднять немножко, вот поэтому и борта, вот пишет Галина, у меня тоже в одной теплице три ряда, очень удобно, не надо тянуться, особенно у кого больной позвоночник, ну про больной позвоночник я скажу, у меня больной позвоночник, но наоборот все врачи, все неврологи говорят, что нужно все разрабатывать, нужно разрабатывать, и вот когда мы наклоняемся, когда мы туда-сюда в различные позы встаем в огороде, может быть это не так уж и плохо, вот я в этом году, я уже, ну там говорила вскользь, что у меня вот это, плечевой сустав-то, артроз, и все врачи в один голос говорят, разрабатывайте, разрабатывайте, вот сейчас пришла, как раз пора разрабатывать, туда-сюда ручку, туда-сюда, вот и буду тянуться до самого-самого вот края, в то я уже придумала, ну не знаю получится или нет, хочу положить на эти две плахи, на стил, на него лечь, и вот так вот ручками делать, вот пока луночки-то, а там потом посмотрим, когда растение, короче, будем решать проблемы по мере их поступления, у меня еще проблема, еще одна ручка-то хорошо работает, а вторая нет, это подвижность, короче, не полная еще, так что будем разрабатываться, вот Татьяна Щербот тоже пишет, я думаю, что питания томатов в любом случае хватит, если внесен перегной, и куриный помет, и корни найдут себе место обитания, так что будем высаживать почти по старой схеме, пишет, чем отмывали теплицу, теплицу отмывала водой, так как у меня в прошлом году не было там сильно заболеваний, никакой не фитофторы, ничего, я посчитала, что не нужно никаких дополнительных, не вот дезинфицирующих средств, просто чистой водой отмыла, и все, и она как новенькая, вот Елена Манюшкина пишет, не боитесь колышком повредить кабель, ну, вот боюсь, ну не то, что совсем боюсь, но я буду, как сказать, осторожно, вот по старому, поперечные лунки, вот Тимун Баев пишет, скажите, пожалуйста, как привлечь в теплицу пчел, и Лилия Вальтер правильно отмечает, что пчелы помидорам не нужны, если вот огурцы или клубника, она пишет, опрыскивайте простым медовым раствором, столовая ложка меда на литр воды, да, это старый вот такой бабушкин метод, когда огурцы, вы же знаете, у них у всех большая проблема, что много пустоцветов, особенно те, которые сортовые, им обязательно нужно опыление пчел, и вот раньше этим пользовались, прям, мед разводили в воде, и вот таким вот, не знаете, чем, ну сейчас этого нет, вот этим крылышком, куриным, там, гусиным, мочили, вот так вот, ну, как кисточкой обрызгивали, все, так, это все про ряды, ну, вот вы широкие сделали грядки, Марина Шляпникова пишет, ну, попробую, в этом году, я говорю, у меня в этом году, в этой теплице все впервые, хотя теплица, она самая старая, вот про снегири, пишет Татьяна Фомичева, как на вкус оценить эти томаты, про сорт снегири, я могу сказать то же самое, что про сорт москвич, про сорт, например, спиридон, не ждите от них вкуса медово-сахарного, такого, как вот от биф томатов, от крупноплодных, эти томаты, они выведены специально, ну, как, у них другое назначение, у них отдать урожай людям, в неблагоприятных условиях, в регионах, с таким, с большой проблемой при выращивании томатов, они дадут вам ранний урожай, они дадут вам много урожая, они стабильно дадут вам урожай в любой год, при любой погоде, но то, что они сладкие, и тают во рту, я врать не буду, нет, это не те томаты, обыкновенный томатный вкус, такой классический, с кислинкой, ну, вот тоже про схему посадок, Александра Редигер пишет, что я сегодня только собираюсь вращивать томаты, а вы уже в землю сажаете, но вы не забывайте, что это я говорю про обогреваемый грунт, про ту теплицу, я тоже впервые так рано высаживаю, для меня это для самой, новинка, и вот Элиса, 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 пишет, ваша шикарная теплица, но лучше бы сделать 3 грядки, я переделала, было как у вас, может быть я тоже переделаю, но это будет, наверное, потом, когда я с этой покорячусь маленько, с двумя грядками, сейчас я дочитаю, вот последний комментарий, потому что начало я начинала утром, потом я побежала в теплицу, вытаскивала томаты, там делала лунки, сейчас дочитаю последний комментарий, и буду загружать видео, вот про перцы спрашивают, когда я подкормку сегодня выставила, чем подкормить рассаду, и перец, и баклажан, и томат, можно подкармливать одними, и теми же средствами, вот тут тоже про подкормку пишет Вера, что огород давно сажу, а подкормка так до конца, и непонятно, чем когда подкармливать, но я же вот говорила, что лучше есть, если есть возможность, то лучше не подкармливать, лучше как-то дождаться до высадки в открытый грунт, вы хотя бы будете знать, что вы ничего с ней не делали, я вот завтра хочу снять видео еще про корневин, бывает, что ладно, там листья у кого-то, некоторые растрадываются бледные, или что-то там желтеют, а есть у некоторых, уже много комментариев, читала, что жалуются, плохо развивается корневая система, но тут и корневые применяют, и янтарную кислоту, завтра поподробнее про подкормку для корневой системы сделаем, хотя корневой, это не подкормка, это просто вот тоже регулятор роста, сразу скажу, что я на рассаде его не применяю, но на других растениях, на цветах применяю, он действует очень хорошо, и он безвредный, ну вот, правильно говорят, что если выращиваете для себя, возможно перевалить в больший объем, и, а вот опять, я говорю, нам везет, у меня на канал как не придет мужчина, так обязательно какой-то злой, или такой, как с негативным комментарием, я вот когда выставила, чем подкормить рассаду, и кто меня смотрит постоянно, они знают, что я всегда говорю, что лучше не докормить, чем перекормить, если есть возможность, то лучше ничего не добавляйте туда, что я никогда не подкармливаю, что если грунт хороший, то до высадки в открытый грунт, не нужно никаких подкормок, вот он пишет, Павел Якименко, ох уж это чудо препарата, рассада растет не толку, два месяца, при достаточном объеме, нормальном грунте, в принципе, там есть все необходимое, совершенно не надо, все те же мои слова он повторил, а внесение дополнительных компонентов может дать обратный результат, тоже мои слова, он эти повторил, прям то, что я говорила, и вот-вот-вот, вот все для корневой системы, чтобы дать возможность продержаться, в общем, развод, он представил мой видеоролик так, как будто я рекламирую, вот это какое-то, наверное, не знаю, чудо средство, чудо препарат, хотя я не говорила, что это чудо препарат, и повторив мои слова, сказал, что, в общем, я занимаюсь разводом, вот поймите мужскую логику, все то же самое, что я говорила, написал, в общем, развод, кто разводит, кого, неизвестно, капусту, когда будете сажать, чуть позже, возможно, или в конце марта, или в начале апреля, потому что капусту я чуть попозже буду, тут опять же, вот про грядки, что с двумя намучаюсь, вот Елена Денисенко тоже повторяет мои слова, как согласны со мной, правильно вы говорите, если грунт хороший, то в принципе, подкормки не нужны, и опять же, про неизвестный грунт, пишет, я в этом году купила три разных грунта, один из них просто воняет болотом, я, конечно, использовать его не буду, а моя подруга в такой посеяла, у нее томатики падают и не растут, вот летом и осенью снова будем заниматься заготовкой своего грунта, все сначала всем советую, прям настоятельно, делайте свой грунт, вы можете добавить туда уже осенью все, что нужно, и ваша рассада, отпадет вообще у вас проблема с подкормками, не нужно будет думать, чего ей не хватает, что подкормить, вы уже будете знать, что и в каких пропорциях там у вас есть, вот посев редиса в холодную теплицу, спрашивают, поливать холодной водой, да, конечно, я холодной поливаю, я сегодня вот салата маленько бросила, завтра буду редиску высаживать, и тут вот опять же про грядки, менять ничего не надо, но я уже все план составила, так, вот про перцы, Марина Савинова спрашивает, что перцы долго сходили, и успеют ли они вырасти на улице, погода как у вас, надо было раньше садить, высаживать собиралась в июне, вот смотрите, Марин, еще ведь у нас зависит, год на год не приходится, иногда бывает такое шикарное лето, которое нравится перцам, когда стоит жаркая погода, когда нет вот этой сырости, пасмурного, они же теплолюбивые, и когда затяжная такая теплая осень, бывает, что перцы вызревают даже в открытом грунте, но вообще, насколько я знаю, у нас в сибирском регионе, многие огородники высаживают под пленочку, и потом летом немножко, как пленку убирают, а ближе к осени снова закрывают пленкой, чтобы вызрело как можно больше перцев, и тогда вызревают они дольше, ну, конечно, все это зависит от погоды, у нас в некоторые года в сентябре, прям как даст заморозок, первые ранние заморозки в сентябре, и у перцев все листья, конечно, они делаются как вареные, и перчины делаются как прозрачные, ну, вы понимаете, как подморожено, они уже не спеют все, смотря какое будет лето, что вот на эти случаи люди и закрывают их пленочками, как вы будете выращивать, я не знаю, я, конечно, вот такие, как калифорнийское чудо, оно же очень длительный срок вегетации, я если высаживаю на улице, то только такие, как бы сказать, ну, больше быстроспелые, ранние, которые маленькие, в вегетационный период, чтобы они успели именно вызреть, так, это все про, про эти, про грядочки, вот, а вот, Раиса Шлепова спрашивает, до высадки томатов еще больше месяца, подскажите, пожалуйста, в теплице мокрица просто бушует, ну, короче, можно ли раскислить немного, добавить доломитовой муки и перекопать, говорят, что это делают осенью, тем более, на некоторых томатах была вершинка, я вам скажу так, что я вот доломитовую муку весной не, ну, как, не пробовала ни разу, но в этом году хочу раскислители весной добавлять, потому что осенью добавляла суперфосфат, а вместе не рекомендуется, но вы, если, я вот, например, на половине огорода буду использовать золу, достаточно в лунке добавлять золу, если вы имеете в виду вот томаты, и от вершинки, это очень хорошая профилактика, потом можете еще опудрить, или полить зольным раствором, но я думаю, что доломитовую муку можно и весной под перекопку, я вот в открытом грунте, а не в теплице, хочу нынче первый раз попробовать, раньше делала осенью, но я это делаю редко, ее уже не каждый год добавляем, ее там достаточно сколько-то, раз в три или в четыре года по норме положить и перекопать, я давно не добавляла, в этом году буду весной делать, ну вот тут про рассаду, так, а, вот при толстоножек, сейчас скажу и все, вот смотрите, вот это видео, когда я показала томаты, посаженные в один день, многие, ну это наверное те, кто недавно добавился, потому что остальные знают все, вот Лана Золотарева, потом Лариса Броницкая, спрашивают, а эти как они называются, всех интересует, что это за сорт, правильно вот Людмила сказала, у Ольги Павловны есть видео о всех толстоножках, смотрите, вот в этом лотке, в данном, про который вы имеете ввиду, там сборник, и у меня в предыдущих видео, я называла все-все сорта, просто чтобы не удлинять видео, я не называю каждый раз, но там у меня и Спиридон, и Москвич, и Буян, Ринет, Челнок, Клуша, все вот эти вот, которые с толстой ногой, они все выглядят одинаково, их в рассаде даже иногда можно перепутать, короче, вот эти все толстоножки, и вот тоже Любовь, какой сорт толстоножки, коротконожки, я вот вам назвала, а не в предыдущих видеороликах, я когда делала посев, я делала пикировку, я все перезвала, это именно те, которые сейчас у меня высаженные, ой, вынесенные в теплицу, которые я буду высаживать, для получения суперраннего урожая, они все у меня уже там сейчас сидят, сейчас в конце покажу, коротенькое видео, как стоят вот эти лоточки в теплице, и последнее видео, ой, комментарии прочитаю, просто чисто посмеяться, вот про эти грядки, когда я говорю, плашками-то это ограничители, не знаю, как их назвать, вот мне подсказали, Алена Воловик, сказала, ну, написала, что абордюренные грядки, так и называется, мне так смешно, я что-то даже развеселилась, я написала абордюренные, первый раз встречаю такое слово, слово какое-то интересное, как это, когда начинаешь его произносить, абордюренные, мне кажется, как полуматершинные какое-то, конечно, я понимаю, что это нормальное слово, но честное слово, я говорю, век живи, я кучись, я знаю, что бордюры есть, и бордюры, и поребрики, все, абордюренных слов ни разу не встречала, все, до свидания, сейчас посмотрим маленький репортаж из теплицы, и до завтра. Да, у меня с сегодняшнего дня начинаются бессонные ночи, нужно следить, не отключат ли электроэнергию, нужно иногда, если будет сильно большой минус, приходить в теплицу, и что-то укрывать их еще чем-то, скучковывать их, ну, короче, сейчас будут хлопоты, настоящие, весенние.